Добрый день, уважаемые трейдеры! Многих месяцев. Очередная неделя началась с распродаж рисковых инструментов. Я бы не сказал, что параллельно очень активно росла американская валюта, но все-таки прослеживается явно интересы к доллару. Просто нет локальных катализаторов. Покажется, чтобы у американской валюты появился повод вырасти. Отдадим должное ему, что он сохраняет высокие позиции даже тогда, когда мы говорим про массу политического негатива. Начиная от темы, связанные с Brexit и заканчивая итальянского бюджетного кризиса. Позвольте мне использовать такое выражение, поскольку я считаю, что именно так и нужно называть то, что сейчас происходит. Кто-то считает, что обсуждение проекта бюджета это основа для столкновения, которое в конце концов приведет к тому, что Европейский Союз окончательно рассорится с Италией. И может быть евроскептики, которые сейчас находятся у власти, решат, что было бы уместно в конце концов развить свой независимый путь в виде уже не члена Европейского Союза. Я считаю, что от этого сценария мы ни в коем случае сейчас не должны отказываться, даже несмотря на то, что руководство Италии всячески транслирует при любой возможности, любом поводе идею того, что ни в коем случае Италия не покинет состав Европейского Союза. Но напоминаю, что когда-то то же самое говорили и в отношении Англии. Однако сейчас мы говорим о Брекзите, обсуждаем на каких условиях в конце концов Англия покинет Европейский Союз и понимаем, что это самая настоящая реальность, связанная с распадом Европейского Союза. Никто не говорил, что Англия будет единственным регионом. Я думаю, что это начало очень долгосрочного политического процесса разрушения Европейского Интеграционного Союза. Поэтому сейчас мы собираем, в общем, со всего европейского мира по нитке, раскручивая вот эту идею того, что в конце концов политика это отнюдь не хорошая сейчас среда для того, чтобы можно было оправдывать какой-то интерес к непосредственно европейскому валютному инструменту. Более того, то, что мы обсуждаем сейчас, это основа для распродаж, и я надеюсь, мои комментарии излишни в этом ключе, потому что не только я анализирую фон. Я думаю, что раз вы интересуетесь фундаментом, то, по крайней мере, разделяете минимум такой же оппозицию. Сегодняшний день, последний день своего рода новостного спокойствия, релакса, поскольку уже завтрашняя торговая сессия, мы переключаемся на череду заседаний. Регуляторов и пересмотра основных параметров денежно-кредитной политики. Прежде всего, нас интересует Банк, собственно, Канады, решение по ставке. В четверг эстафету перехватит уже Европейский Центральный Банк, также будут пересматривать основные параметры денежно-кредитной политики. И мы ждем долгожданную пресс-конференцию Драги, потому что, если не он в ходе своей заготовленной речи разложит все по полочкам в плане того, что будет с монетарной политикой дальше, то журналисты, которые съедутся на эту пресс-конференцию, экономисты, у них уже изначально одна лишь цель – понять, как будут обстоять дела с программой количественного смягчения. И не решился ли Европейский Центральный Банк отложить ранее довольно агрессивные темпы, повременить с решением, которое связано с скорым, как в кавычках я бы даже сказал, все-таки взял это слово, скорым повышением процентных ставок. Четверг будет очень значимым для будущего европейской валюты, и мы ждем четверг, находясь в коротких позициях и делая ставку на то, что к концу этой недели мы будем котироваться по паре евро-доллар ниже планки 1.14. Про торговую сессию пятницы еще, безусловно, рано говорить, у нас будут и последующие брифинги, мы уже будем в связи с приближением, собственно, по мере приближения пятницы. Актуализировать фон и готовиться к событиям, к статистике американской, потому что она выпала как раз на заключительную торговую сессию этой недели. На что обращаем внимание сегодня? Во-первых, это выступление председателя Банка Англии Марка Карни, оно состоится в 18.20 по московскому времени, дальше у нас в 20.30 отчет от Американского института нефти. События, я не думаю, что очень важные, значимые для движения британца, собственно, и для движения нефти. Почему? Потому что при всем уважении к Карни, он не имеет никакого отношения к тому политическому процессу, который сейчас мы называем Брэкзитом. То есть он может комментировать последствия, разрабатывать стрессовые сценарии, говорить о том, что будет делать Банка Англии, если развитие пойдет по сценарию, развитие событий по сценарию А, когда все хорошо, доступ к единому европейскому рынку есть, и по сценарию Б, когда все плохо и доступа к Европе уже нет. Но на само решение и, в конце концов, на конкретику вот этого соглашения по Брэкзиту он никак повлиять, друзья, не может. И мы, раз спекулируем британцам, будем продолжать ждать новостной фон непосредственно от представителей и участников самого переговорческого процесса, делегаций Европейского Союза и Англии, собственно, Доминика Раба и Мишеля Бронье. Пока что они молчат, ну, в принципе, что они могут сказать, когда соглашения нет? Одно и то же, троить в плане отсутствия прогресса приближает, собственно, развитие событий к негативному сценарию. Я думаю, что у них есть директива через МИД, не негативить, потому что рынок находится в таком нервозном состоянии. И вопрос того, что будет соглашением дальше, волнует, безусловно, всех без исключения и нас тоже. Давайте теперь быстренько по основным финансовым инструментам. Нефтянка 80, 10, 79, 50, 80, 10 закрытие, конечно же, торговой сессии понедельника. 79, 50 снова ниже мы поддержки 80 долларов за баррель, в данном случае эта поддержка теперь является сопротивлением. Я позволю себе предположить, что в этот раз тест оказался удачным и мы какое-то время не будем сейчас возвращаться выше планки 80 долларов за банк. Кстати, на азиатской сессии очень агрессивные распродажи. Они, возможно, будут подхвачены и дальше, но в плане новостного фонда ничего новенького нет. Трейдеры отыгрывают статистику по запасам нефти, такой резонанс еще от релиза прошлой недели. Помимо роста запасов нефти в США, который продолжается четвертую неделю подряд, все обсуждают скорые санкции против Ирана. Но в тот же момент, когда хочется поставить на нехватку предложения на глобальном рынке, приходит понимание, что дефицита не будет, поскольку очень активно увеличивают производство нефти страны ОПЕК+. И вот буквально несколько часов комментарием от представителей Саудовской Аравии, то, что они готовы задействовать дополнительные производственные мощности и вернуть баланс на рынок в том случае, если сокращение производства нефти в Иране окажется сильнее, превзойдет прогнозы после того, как вступят в силу четвертого для американских санкций. Этот фон мы с вами обсуждали вдоль и поперек, и сверху, и снизу много раз. С вашего позволения не будем больше пока на нем зацикливаться. Я предлагаю вам больше сейчас сделать акцент на статистику по запасам и перспективы глобального экономического роста, которые становятся все менее и менее радушными после Brexit, после событий в Италии, после мрачных прогнозов по экономическому росту и Бундесбанка, и в целом по Еврозоне, и Бундесбанк, и, разумеется, по Германии. Вспоминаем последний прогноз Международного валютного фонда, и все это, скажем, можно приправить сохраняющейся торговой неопределенностью. И жесткой, по-прежнему жесткой позиции США касательно в адресе в отношении своих торговых партнеров, которых Трамп продолжает обвинять. С одной стороны, в манипулировании курсами, а с другой стороны, в недобросовестной торговой практике. Ничего не меняется, друзья. Мы лишь с вами, с таким фундаментом закрываем 2018 год и готовимся к тому, что будет еще хуже. Про Китай, я вам рассказывал. Китай, который выступит основным якорем для всего глобального экономического роста. Нужно готовиться к тому, что именно так и будет на фоне снижения мировой экономики. Пострадает, разумеется, и спрос, и так далее. Я думаю, что выводы вы здесь также можете сделать сами. У нас завтра запасы, очередной отчет из-за сезонного техобслуживания НПЗ. Это актуальный фон и, собственно, на этой неделе мы, скорее всего, будем работать с еще одним отчетом, с знаком плюс. То есть, релиз, который мы увидим завтра, будет подводить итоги того, что произошло с запасами на минувшую неделю. И минувшая неделя, разумеется, может стать уже шестой подряд, когда запасы растут. Последние две недели мы явно убедились в том, что участники рынка в отсутствии дополнительных новостных драйверов очень активно начинают отрабатывать этот отчет. Поэтому, если запасы будут в соответствии с ожиданиями, со знаком плюс, давление на тянку усилится. Рубль 65.24. И, друзья, последний раз еще раз обращаю ваше внимание на то, что очень комфортные, привлекательные, крайне интересные сейчас уровни для того, чтобы закупиться валютой. Если говорить про потенциал дальнейшего движения, даже возвращение в район 70 рублей за дотов, что более чем реально уже в ноябре, потенциал прибыли по этой сделке, даже если вы торгуете без плеча, ну практически 8-10%. Разве к такой сделке не стоит присмотреться? Я думаю, что это риторический вопрос. Евро против доллара 1.1451. Европейская валюта снижается и на азиатской сессии, собственно, вторника. Евро снижается, поскольку сейчас у всех, собственно, на слуху итальянская тема. Италия приняла проект дефицита бюджета, который превысил нормативные обязательные требования, которые предъявлялись, собственно, всем учителя, участникам Европейского Союза. После того, как стало ясно, что Италия не готова была корректировать соответствие с требованиями Европейского Союза, мы увидели массу критики со стороны Еврокомиссии в адрес Италии. И, собственно, Еврокомиссия должна принять конечное решение. Согласятся ли они с допуском такого дефицита бюджета, либо все-таки нет. Сегодня, возможно, это решение уже будет принято. Я думаю, что здесь стоит говорить о негативном развитии событий, то есть сценарий, который будет связан с тем, что этот бюджет не одобрят. И со всеми вытекающими отсюда последствиями, я думаю, что паника на финансовых рынках не заставит себя долго ждать. И сначала мы увидим, как резко будут меняться доходности итальянских бумаг, и это, собственно, начнет топить курс европейской валюты. МОДИС, который уже предчувствует, что все будет плохо, снизил рейтинг Италии. Кстати, важно, на мой взгляд, отметить, что на текущий момент рейтинг Италии находится всего лишь на одну ступень выше мусорного, неинвестиционного. Если, в конце концов, дело дойдет до того, чтобы прогноз рейтинга перевести в статус неинвестиционного, я думаю, что вы понимать должны, друзья, с какими долговыми и проблемами ликвидности столкнется Италия. Поэтому одного лишь итальянского вопроса, того, что сейчас обсуждают по дефициту бюджета, на мой взгляд, уже должно быть достаточно, чтобы продавать евро. Помимо, собственно, Италии, у нас и доллар, у нас и Brexit, и ожидание определенных изменений денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка, точнее, прогнозов по определенным изменениям. В общем, ждем теста поддержки 1.14, друзья. Я думаю, что мы закроем эту неделю ниже данной планки. Доллар иена 112.55 по этой валютной паре сказать, собственно, и нечего. Находимся довольно высоко, но не так, как хотелось бы. В общем, сохраняем длинные позиции, опираемся по-прежнему на сильную статистику и довольно высокие показатели, сохраняющиеся высокие показатели доходности американских облигаций. Американский фондовый рынок. Здесь я могу лишь поздравить всех тех, друзья, кто осознал на фоне развития коррекционной динамики, что потенциал нисходящего движения куда более значительный, чем многие прогнозировали. Американский фондовый рынок продолжает снижаться, и сейчас на Фонду, и на NASDAQ, и на ДУ, и на СНП оказывают давление. И снижающийся энергетический сектор из-за снижения стоимости нефти, и технологический сектор. И, конечно же, сезон квартальных отчетов, который в последние дни, собственно, больше разочаровывает. Вы помните, как раз на это мы и делали акцент, отмечая, что на рынке есть сейчас локальный катализатор, который может очень сильно испортить рыничное настроение, то есть даже еще сильнее, чем было. Поэтому по USA30, то есть это Dow Jones, в терминалах Амаркетс именно такой тикет, сейчас котировки 25 111 пунктов. Я рекомендовал придерживаться как минимум до цели держать эту позицию короткую в 25 000 пунктов, но на фоне того, как мы снижаемся, друзья, я думаю, что можно брать уже гораздо ниже. Если вас устроит профит в 25 000, хотя он должен устроить, ведь американский фондовый рынок валится уже, сколько торговых сессий подряд, за это, конечно же, исключением, можете фиксировать, собственно, позиции там. Но лично я буду держать до уровня 24 000. Австралийцы против доллара вовремя, мы все-таки дали еще один шанс австралийцу, поскольку сейчас котировки уже 0,7055, отреагировали мы своевременно на слабые провальные отсчеты по Китаю, и видим то, что австралийцы находятся под прессом сейчас, да и, в принципе, новозеландский доллар тоже, друзья. Но в отношении новозеландского доллара там есть одно смягчающее обстоятельство, это ожидание очередного заседания Резервного банка Новой Зеландии на фоне очень сильного отчета по инфляции. Смягчающих обстоятельств по Австралии нету, поэтому здесь без каких-либо, скажем, альтернативных сценариев, только лишь продаем и ждем уровень 0,7055 пунктов нас отделяет от данного рубежа. Что касается новозеландца, 0,6537, снова мы отошли от максимума в районе 0,66, но давайте не будем торопиться по новозеландцу и, в отличие от австралийца, все-таки сохраним по этому активу длинную позицию. Пожалуй, основной сделкой, самой интересной сделкой на этой неделе, в преддверии уже отчетов заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, может стать, собственно, пара Еврокат. Сразу предлагаю сделку селл-стоп с уровня 1,4980, целью как минимум на отметке 1,47. Почему эта пара интересна? Потому что она является листовостворением, собственно, контраста монетарных политик. Банка Канады, еще раз напомню, друзья, завтра заседание, многие говорят, что ставку не повысит, я считаю, что ставку повысит. И разделяю мнение экспертов Блумберга, которые также делают акцент на какую-то статистическую погрешность с тем слабым отчетом по инфляции, который мы видели. И акцентируя, полагаясь больше на довольно высокие показатели экономического роста и на то, что канадская экономика будет выигрывать от тех реформ, которые сейчас в России заводят в США. То есть реформа, бюджетность, налоговое стимулирование будут оказывать поддержку и канадскому экспорту. Я об этом также уже говорил. Вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов, соответственно, до 1,75, я лично оцениваю процентов 80-90. А поэтому уверен, что именно по такому сценарию развития событий пойдет, и канадец должен получить поддержку. А вот что касается евро, то в четверг мы, скорее всего, услышим о том, что Европейский центральный банк возьмет более продолжительную паузу, сохранит, выдержит мягкую экономическую политику в более длительный период времени, прежде чем поднимет вопрос о росте процентной ставки. И негатива очень много. Я уверен, что Драги коснется и Италии, коснется, собственно, и Брекзита, ситуации в Англии и будет говорить также о росте глобальной торговой неопределенности. И поскольку Европейский центральный банк, как уже не раз нам было отмечено, является адаптивным регионом, то текущая конъюнтура явно не располагает к тому, чтобы Европейский центральный банк начинал и продолжал активно вмешиваться в сопроводимую политику. Я допускаю, что мы будем работать с мягкой риторикой, и, как уже было отмечено, очень сильно контрастирующей с жесткой потенциальной риторикой банка Канады. Поэтому, друзья, мы и делаем акцент на снижение евро против канадца. Фунт против доллара тоже мы под давлением, как и следовало ожидать. Поддержка 1,30 пала, мы находимся сейчас на уровне 1,2957. Вчера Тереза Мэй попробовала протащить идею продления переходного периода, продлить процесс Brexit, однако встретила массу критики со стороны, собственно, своих однопартийцев. Я не сомневаюсь в том, что дни, собственно, Терезы Мэй на посту премьер-министра подходят действительно к концу, и, возможно, через какое-то время дело дойдет до вотом недоверия, и мы будем работать с временным, собственно, правительством, которое также будет пробовать договориться с Европейским Союзом, но также, скорее всего, безрезультатно. Поэтому по фунту, как и было отмечено, только лишь сплошной, направленный стратегический ESL, и я надеюсь, что мне отчасти удалось вас в этом убедить. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошие прибыльные торговые сессии. Не забывайте обязательно контролировать риски, это очень важно, потому что вы несете ответственность за активность, которую проводите на ваших платформах, в ваших терминалах. Соответственно, увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через приложение Перископ. Всего доброго, до свидания.